Большой агитационный марафон в России, финалом которого станут выборы в Государственную Думу, назначенные на 18 сентября, официально обретает голос и может быть визуализирован. Партии, участвующие в кампании, начинают дебаты на телевидении, им отводятся печатные полосы для газетных выступлений. Формально этот этап борьбы за электорат стартует именно сегодня. Но поскольку по закону бесплатная агитация должна вестись только по рабочим дням, у россиян есть еще два дня до понедельника, чтобы подготовиться к атаке предвыборных лозунгов и обещаний. Для России эти думские выборы седьмые по счету и первые с главной ролью в них экс-амбудсмена Эллы Памфиловой. Она обещает сделать кампанию современной и прозрачной. К регистрации допущено 11 партий, это вдвое больше, чем пять лет назад. Ключевое отличие нынешнего голосования – возвращение смешанной системы. Половина депутатского корпуса, 225 человек, будет избираться по партийным спискам, другая половина – по одномандатным округам, то есть кандидаты будут сами бороться за избирателя. А вот проходной барьер для попадания в парламент понижен. Партиям теперь достаточно набрать 5% голосов, а не 7%, как это было на прошлых выборах. Главная интрига политического сезона – каким будет баланс сил в Госдуме седьмого созыва? Останется он прежним или изменится? Тут могут быть неожиданности. Я не исключаю, что эти партии, придерживающиеся левой или левоцентрической идеологии, могут потеснить правоцентрическую Единую Россию. Нет у аналитиков единодушных прогнозов и по поводу явки. Это первая кампания, которая пройдет не в декабре, а в сентябре. Когда дачный и отпускной сезон еще продолжаются, убедить часть граждан прийти на участки, считают эксперты, будет непросто. Но в Центр-Избиркоме, кстати, ссылаются на опыт Беларуси, где выборы в парламент не раз проходили осенью, и активность избирателя была достаточно высокой. И в этом году белорусы будут голосовать на неделю раньше россиян. Кстати, в этом году российский Центр-Избирком пообещал, насколько это возможно, сделать агитационную кампанию интеллигентной. Всех участников гонки предупредили, что вслух они могут говорить о себе, о своих достоинствах, о своих программах, но не вправе давать негативные комментарии по поводу конкурентов. За нарушение этих правил кандидаты получат предупреждение, и если оно повторится, партию вообще могут снять с дистанции. Так что некоторых хорошо известных и эпатажных политиков ждет настоящее испытание. До 17 сентября, когда наступит День тишины, придется подбирать слова. Светлана Корульс, Александр Чевдарь. Наши новости. Москва.